В Украинской столице 15.00 в эфире выпуск новостей и о главном к этому часу. Ему три раза говорили достойный и три раза трое митрополитов возводили его на трон. В соборе Софии Киевской завершилась интронизация предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания. Следующим шагом митрополита Киевского и всея Руси станет созыв Синода. На нем примут решение о структуре и развитии автокефальной церкви. Как проходила интронизация, видела Ольга Михалюк. Детали далее в сюжете. С утра выхода в храм Святой Софии, рамки и очередь желающих попасть на интронизацию митрополита Епифания. Но вход только по приглашениям. На события приехали представители светской власти, дипломаты, а также зарубежное и украинское духовенство. Много гостей. Очень большая делегация Константинопольского патриархата, в которую входят два игумена самых известных монастырей – Синафона и Ватопед. Присутствует делегация грузинской церкви, есть представитель болгарской церкви. Около девяти утра приезжает президент Украины Петр Порошенко. А в это время в храме продолжается божественная литургия, продолжением которой станет интронизация митрополита Епифания, то есть признание предстоятелем новоизбранного главы Украинской Православной Церкви. Вот так, три раза повторив достойный, митрополит Гальский Эммануил, митрополит Макарий, бывший глава Украинской Автокефальной Православной Церкви и митрополит Симеон, возвели митрополита Епифания на трон. Нужно сказать, что его изготовили специально для этого события. Также портные Михайловского Золотоверхова специально для торжественного мероприятия пошили мантию для предстоятеля бордового цвета. Следующим шагом после интронизации митрополита Киевского и всея Руси Епифания должен стать сенот, на котором будут формировать структуру Православной Церкви Украины. После этого будем продолжать развивать нашу новую независимую Украинскую Автокефальную Православную Церковь. Будет проходить заседание Священного Синода, будет формироваться структура новой церкви, будут проходить организационные процессы, в том числе юридические, чтобы новая Автокефальная Церковь действовала и в каноническом правовом поле, и в правовом поле нашего государства. Официально предстоятелем Православной Церкви Украины митрополит Епифаний стал в день своего 40-летия. Молодой глава формирующейся церкви поможет провести в ней, говоря светским языком, реформы, уверены священнослужители. Ольга Михалюк, Сергей Ильинский, ЮЭТВ. Украинская церковь, согласно Конституции, независима от государства. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. После церемонии интронизации главы Православной Церкви Украины Епифания он поздравил митрополита с возведением на престол, а также с 40-летием. В свою очередь владыка призвал православных, иерархов, духовенства, монашества и мирян к церковному единству. Сейчас нам предстоит утвердить совершенное, получение томоса, единением продолжить развитие и укрепление церкви, расширить православное взаимодействие и братское общение с поместными церквями-сестрами. Верим, что в положенное время все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви со статусом патриархата. Мы с вами присутствуем на событии, которые есть продолжением и окончанием всех предыдущих. Интронизация предстоятеля Православной Церкви Украины, митрополита Киевского и всей Украины Епифания означает, что украинская церковь и православный украинский народ наконец получают нового лидера. За вами и с вами, ваше блаженство, связаны большие надежды многих людей. Сегодня предстоятелю Украинской Православной Церкви Епифанию исполняется 40 лет. Последние 12 лет он сочетал церковную карьеру и преподавание в Богословской Академии. В 2010-м стал ее проректором. О том, каким был студентом и ректором, Инесса Занина расскажет. Решение стать священником Сергей Думенко принял еще в школе. На отлично закончил духовную семинарию и поступил в Киевскую Православную Богословскую Академию. Его сосед по общежитию Александр Трофимлюк, а ныне проректор Академии, вспоминает. Будущий владыка уже тогда был строг. Мы ежедневно виделись. Он всегда был требовательный к себе, принципиальный и справедливый. По-видимому, в будущем эти черты дали ему возможность занять должность ректора. Выпускник Академии Сергей Думенко отправляется в Ровенскую епархию. Становится личным секретарем митрополита Ровенского и Острожского Даниила Чикалюка. В 2005-м после смерти наставника едет в университет в Афины. После учебы – возвращение в Украину и преподавание в родной академии. Здесь студенты изучают пять языков. Древнегреческий, который вел митрополит Эпифаний, непростой. Иногда с преподавателем тяжело найти общий язык. А с ним, учитывая его занятость и то, что он был ректором, он очень доступный и открытый человек. Например, не понимаешь происхождение какого-то слова, подходишь и спрашиваешь. Он спокойно и доступно все объясняет. Сергея Думенко помнит в трапезной. Татьяна – повар, говорит, в еде непривередлив. Я его запомнила, сдержанный, вежливый и серьезный. К нам приезжали из Греции монахи, так он с ними к нам приходил, разговаривал с ними на греческом. Преподавательскую деятельность Эпифаний сочетал со стремительной карьерой в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. За 12 лет он прошел путь от иеромонаха до предстоятеля Православной Церкви Украины. Его имя напишут в учебниках, как человека, который получил Томас из рук Вселенского Патриарха Варфоломея. Это человек глубоко предан Церкви, Украине и ее народу. Это патриот. Он, хотя и молод, но имеет достаточный управленческий опыт. Владыка имеет также большой административный опыт, так как одновременно руководил епархией в Киевской области, Киевской Богословской Академией, Михайловским Выдубицким монастырем. 3 февраля митрополиту Киевскому и всея Украины исполняется 40 лет. У монахов, говорит он, не принято отмещать день рождения. Однако, владыку есть чем поздравлять. Мы будем праздновать интронизацию, а не день рождения. Это будет удачное сочетание. Чтобы не праздновать вообще день рождения, потому что священнослужители избегают этого, для нас, монахов, важен день нашего небесного покровителя, День Ангела. 25 мая день покровителя владыки Эпифания Кипрского. Инесса Знанина, Владислав Гапун, Александр Бугай, ЮЭй ТВ. Двое украинских военнослужащих получили ранения за минувшие сутки на Донбассе. Российско-оккупационные войска 10 раз открывали огонь. Один раз использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. Как рассказали в Министерстве обороны, трижды из минометов, бронетранспортеров и стрелкового оружия боевики обстреляли украинские укрепления в районе Луганского. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы использовали в районе Хутора, Вильны, Широкино, Красногоровки, Гнутого, Крымского и Травневого. В Чермалаке оккупанты обстреляли ритуальный автобус, следовавший на кладбище. С начала этих суток на Донбассе сохраняется режим тишины. Во время следования на кладбище гражданского автобуса ритуальной службы с наклейками на бортах, ритуальные услуги российские оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия. Водитель автобуса вывел машину из-под обстрела. Пострадавших среди гражданского населения нет, но на автобусе зафиксировано несколько сквозных пулевых отверстий. И к событиям в мире спорта. Даяна Ястремская стала самой молодой украинкой в топ-40 мирового рейтинга за всю историю женской теннисной ассоциации. 18-летняя одесситка победила на турнире серии International в тайландском Хуахине. В финале Ястремская обыграла в трех сетах австралийку Айле Томлянович 6-2, 2-6, 7-6. Эта победа позволит ей подняться с 47-й на 34-ю строчку рейтинга WTA. Кроме Ястремской в топ-40 лучших ракеток мира еще две украинки. Элина Светолина, 7-я и Леся Цуренко, 24-я. И вторую золотую медаль выиграла украинская биатлонистка Екатерина Бех на юниорском чемпионате мира в словацком Осруббле. В заключительный день соревнований она победила в гонке-преследовании, несмотря на два промаха в стрельбе. Накануне экс-россиянка, выступающая за Украину, с лета прошлого года выиграла золото в спринде. И к этому часу пока что все. Больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск менее чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. Субтитры создавал DimaTorzok